Этот фестиваль во многом был новым по отношению к предыдущим, потому что в этом году мы впервые привезли оперу. Это был спектакль «Доктор Газ», театр «Геликон опера». Это современная опера, что тоже, в общем-то, редкость, потому что «Геликон» бывал здесь с классическими спектаклями, а это опера Алексея Сергунина на либретто Людмилы Улицкой, и она рассказывает о «Докторе Газе», исторической личности еще совсем недавнего прошлого. В этом году мы впервые открылись в Нарве, до сих пор у нас в Нарве никогда не было спектаклей. В этом году у нас очень большая региональная программа, у нас были спектакли в Тарту, Нарве и Силаме. Причем в Силаме мы впервые показали такой спектакль для взрослой аудитории. До сих пор мы показывали только детские спектакли. Так что, несмотря на то, что это 13-й фестиваль, здесь очень многое было впервые. И зрители, которые сегодня приходили, смотрели этот спектакль, мне кажется, они все-таки были заинтересованными зрителями, несмотря на то, что, скажем, классическую оперу любит большее количество публики, нежели новая, экспериментальная именно в жанре опера, потому что опера считается раз и навсегда устоявшимся видом искусства. А сегодня мы доказали, что это не так, что опера как вид искусства развивается, что она может быть разной, что музыкальный жанр может содержать совершенно новые веяния, течения, эксперименты и так далее. В Русском театре в этом году мы впервые в рамках «Золотой маски» и в рамках «Офф-программы» открыли выставку. Это уникальная выставка, которую нам подарил на месяц известный архитектор из Петербурга Евгений Герасимов. И эта выставка представляет иллюстрированные комментарии и примечания Бориса Костыгова к роману «Достоевского идиот». Потому что именно спектаклем «Идиот», кафе «Идиот», но спектаклем танцевальным мы открывали наш фестиваль, и этот спектакль проехал по городам и весям. Он был показан в Нарве, в Тарто, в Таллине, с неизменным успехом и интересом. Но понятное дело, что даже в любой драматической постановке очень многие вещи такого глобального произведения, как роман Достоевского «Идиот», они все равно остаются как бы за сценическим кадром, и тем более в танцевальном спектакле, где нет слов. Он воссоздал эту эпоху в своих графических иллюстрациях, причем в мелочах, которые зачастую проходят мимо читателя. Когда мы читаем, мы стремимся быстрее и быстрее узнать развитие интриги, и какие-то вещи остаются вне поля нашего зрения. И вот Борис Костыгов обращает внимание именно на эти детали. Он воссоздает предметный мир, он воссоздает бытовой мир, пейзажный мир. И это, если вот вчитаться, внимательно посмотреть на эти комментарии, это просто уникальные атмосферные такие памятники этому роману. Это новое открытие этого романа через графические иллюстрации. И судя по тому, как зрители, которые приходят сюда, смотрят эту выставку, мне кажется, наш выбор был правильным. И он пришелся ко времени, такому быстротечному, который пропускает детали. А вот эти 15-20 минут перед спектаклем, они дают возможность погрузиться, потому что человек уже пришел в театр, человек уже смотрит, ему интересно. И прочитав одни комментарии, он быстро переходит к следующему, чтобы продолжить, чтобы успеть. И мне кажется, в этом смысле и место очень правильное. Поэтому мы очень благодарны Евгению Герасимову, который помог нам осуществить эту идею.